Друзья, всем привет! 6 февраля на дворе, я продолжаю передвигаться на BMW 530 дизельный, хрен выгонишь из машины, но сегодня я приехал в гости к читайцам попить цай, пообщаться, посчитать кедит. Я впервые нахожусь у официального дилера Haval. Все почему? Ко мне обратился человек, говорит, давай поможешь мне найти китайский автомобиль с хорошей скидкой. Я говорю, а откуда я знаю, какие цены на них? Вообще ничего не знаю, ни разу не покупал. Смотрите, что мы сегодня с вами сделаем. Мы сейчас пойдем к дилеру, посмотрим, какие вообще представлены машины, модельный ряд, какие на них можно получить скидки, что будет по трейдину, что будет по условиям кредита. Никого не рекламирую, этих дилеров по Москве 9 штук. Где найдете выгоднее, там и покупаете. В любом случае, в этом видеоролике вы узнаете, на что вообще стоит ориентироваться, если вы хотите купить читайца. На улице зима, идет снег, а я иду на распашку. Ты скажешь, я дурак. Нет, просто куртка у меня тоже читайская, и на ней порвалась молния прямо сегодня. Современные реалии таковы, что каждый из нас проводит большую часть своей жизни на работе, где оставляет свои драгоценные нервы. И важно по возвращению домой иметь уютный уголок, на котором стоит компьютер, а на нем установлен. Кроссаут. Кроссаут – оригинальный экшн-конструктор, в котором ты можешь создать свой боевой крафт. Ты переносишься в виртуальный мир, где вокруг тебя будут боевые враги, и вот как раз на них ты и выпустишь свой пар. Построй свой уникальный бронемобиль с нуля. Ты можешь выбрать раму, кабину, колеса, а затем все это дело улучшить с помощью пушек, цепных пил, генераторов невидимости, мощных двигателей и многого другого. В Кроссаут ты можешь дать волю всем своим фантазиям. Ты делаешь все, что угодно. Здесь конструктор, который никак не ограничивает твою фантазию. Танки с огромными орудиями, боевые роботы с плазмометами, гоночные тачки со взрывными копьями. Уничтожай противников стильно и жестоко. Каждый крафт можно украсить наклейками и декораторами, чтобы ты выделялся в бою. Принимай участие в сражениях с другими игроками, уничтожай огромных боссов, участвуй в рейдах и собирай ресурсы для создания новых деталей. Кроссаут не стоит на месте и постоянно улучшается и развивается. В Кроссаут есть выставка лучших крафтов, а ненужные детали вы всегда можете продать на внутреннем рынке другим игрокам. Качай Кроссаут бесплатно по моей ссылке в описании, получай крутые бонусы, подкинь дровишек и устрой там пекло. Надери им всем задницу! Давайте я вам сейчас кратенько расскажу, что вообще у них представлено. У них есть модель H2, у них есть модель H6, это вот самая продаваемая модель. Есть F7 и F7X, это тот самый, который X4 как бы. И я сижу с вами в H9. H9 у него ценник, самый топовый версий, если прям самую максимальную взять, аж 2 миллиона 700 тысяч рублей. Это конкурент типа Toyota Prado, рамный внедорожник с полным приводом. Я вам сейчас просто рассказываю, что есть, ни в коем случае ничего не рекламируем. Присаживаюсь в автомобиль, я впервые в жизни вообще оказался в читайском автосалоне, сижу в читайских машинах, и я вам скажу, это естественно чувствуется. То есть открываешь дверь, все такое, знаешь, легенькое, что-то где-то ходит. Машина вот эта, кстати, 2008 года, чистокровная читает, сейчас уже пошли российские сборки. Присаживаешься, естественно, все простенько, пластик везде идет, но в тот же самый момент машина пипец как нафарширована. То есть любую, какую возьми, круговые обзоры есть, диодные оптики, в общем, все то, к чему мы привыкли, что сегодня предлагают там японцы, немцы. Здесь это есть, я вам так скажу, есть канал ProDrive, Сергей Рязанцев, автор, Серега, привет. Он очень много снимает читайцев, он там с читайцами дружит, ездит, к ним в читай, короче, там очень много информации, кому интересно, может кто-то к нему зайти. Ну реально, у него прям полноценно, у него там уже очень много, все модели он уже снял, наверное, по три, и разгон, и динамику, и так далее. Что я вам хочу сказать с точки зрения ценообразования? Маржа на эти автомобили 5-6 процентов. То есть вот вы заходите на официальный сайт, абсолютно любой модели, который вам понравится. Смотрите, пакеты дополнительные, выходит ценник, к примеру, полтора миллиона рублей, вот вы можете смело рассчитывать, что вам 5 процентов скинут. К любому приедете, в принципе, можете договориться. Понятное дело, что, возможно, где-то эти условия будут выгоднее путем того, что вам еще там допов подарят. Так, например, мы сейчас рассчитываем, нам не делают прямую скидку, нам дают очень много допов, которые гораздо больше выходят, чем на 50 тысяч рублей. Поддержка по трейдину 150 тысяч рублей раз. Если вдруг трейдин занизит, можно, в принципе, договориться, там еще плюс 20-30 тысяч рублей потолкаться. Но, по идее, на рынок плюс-минус, может быть, даже дороже выйти здесь можно будет. Опять же, все это всегда сугубо индивидуально. А мы тем временем идем осматривать наш Chevrolet Cruze, который мы будем скидывать в трейдин. Оценка по трейдину обычно везде за это берут деньги. Здесь же говорят 200 рублей за мойку, делаем диагностику, она будет бесплатно, ничего оплачивать не нужно. При этом оценщик по трейдину сам владеет Chevrolet Cruze, говорит, типа, не, 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 тачка фуфло, поэтому, типа, сейчас, как бы, оценка такая будет, знаете, ну, в общем, не забегая наперед, поддержка, по идее, должна перекрыть. Но, опять же, мы, как и все, хотим, чтобы мы вышли в плюс, а не в ноль. Поэтому будем смотреть, будем слушать, что нам предложат. Далее, касаемо кредита. Самые честные условия в их случае предоставляет Юникредит Банк. Просто кредит на 3-5 лет без страхования жизни ставка будет 14-5%. При этом вам сделают за кредит дополнительную скидку 100 тысяч рублей. Я сначала спрашиваю, ну, я уже привык, что сейчас где-то что-то будут навешивать. Нет. Берете вот под такую ставку 100 тысяч, мы вам с машины скидываем. То есть, у них будет компенсация, соответственно, они заработают, ну, и вам также с вами скидочкой делится. Это очень выгодно. Это специально для тех, кто имеет возможность купить автомобиль за наличку, но готов взять там кредит ради скидки. Здесь же сделаю маленькую остановку, что многие писали о том, что вот если берешь кредит, на следующий день закрываешь, ты попадаешь в черные списки. Ребят, это все ваши догадки. Первое. Вы не нарушаете ни одного пункта договора. Когда вы берете кредит, вы имеете право, любой вам банковский сотрудник скажет, на следующий день закрыть кредит. Раз. Второй момент. Те люди, кто берут кредит ради скидки, им, как правило, что там будет через 3-4 года, особо их не волнует. А как вы знаете, вот эти всякие списки, они постоянно обновляются, но в любом случае, если уж вы боитесь, что вам в дальнейшем когда-то могут кредит не одобрить, ну, тогда думайте. В целом же, люди берут, закрывают на следующий день, экономят здесь сейчас деньги, все остаются довольны, никаких звонков там терроризирующих с банков нет. При этом у них же есть возможность взять кредит со страхованием в жизни, оно будет порядка, например, 60-100 тысяч рублей в зависимости от срока кредитования, но это будет невыгодно. 11,9 ставка будет в пересчете, реально выгоднее взять с более высоким процентом, но платежи у вас будут ниже. Прямой пример. Берем миллион, 24,500 вы платите при ставке, там, 14,5, ставка 11,10 со страхованием в жизни, платешь, будет порядка 26 тысяч рублей. Это я вам называю сейчас данные, цифры на примере прямого расчета. Вот сейчас жду человека. Будем рассчитывать ему Havel F7, который с полным приводом комплектации Elite. Подобный H9 я еще ни разу не видел на дорогах, возможно, кто-то их покупает, но вот H9, мне кажется, с ценой там по 2,7, ну, естественно, выберешь скорее либо японца, либо какого-нибудь немца. Опять же, здесь уже напишите вы в комментарии, просто какая-нибудь Toyota с подобными опциями, как вот здесь нафаршировано, да, там, с круговым обзором и так далее, обойдется, ну, примерно, 3500-3600. Опять же, это будет Toyota, в любом случае, бренд там уже, да, в голове лежит. Читается, они постепенно завоевывают рынок и поймите правильно, что вот у меня во дворе уже три новых Havel'а стоит, я замечаю это. В целом, как бы по трассе передвигаешься, смотришь, в область уезжают Havel'чики, поэтому читается постепенно прорываются на наш рынок. Запрыгиваем с вами в F7 версию, то есть по интерьерчику она уже поприятнее гораздо, чем H9. Большой дисплей, но опять же, если включить, если я не ошибаюсь, здесь и рамки будет, то есть он неполноценный дисплей, но так вот, знаете, по интерьеру, когда ты смотришь, в целом, ну, так приятно, симпатично. Опять же, все такое хлипенькое, вот пластик, например, обычный, да, но с другой стороны, друзья, вы поймите правильно, то, что, например, самая бюджетная версия этого Havel'а будет стоить примерно миллион четыреста, и самая дорогая там со всеми возможными пакетами будет стоить миллион восемьсот. Вот, это, в принципе, на сегодняшний день, на 2020 год, это нормальная цена, при условии того, что это паркетник, то есть у них нету седанов, однозначно, только паркетники с полным приводом. Моторы у них стоят читайские, соответственно, все моторы турбовые, там полтора-два литра, вот на Havel'е H9, наверное, побольше, пока особого подробностей не вдавался, но все комплектующие, то есть импортные, то есть нет такого, что там что-то читайское. Из читайского здесь мотор, ну и, собственно, видимо, интерьер, который они нарисовали, кузов нарисовали, все, все остальное, как в Apple. Знаешь, Apple бренд, но все собрано, Intel и так далее. Я лично ни разу не катался на этих автомобилях, как сказал, поэтому предлагаю вам, если интересно, можно запросить на недельку автомобиль покататься. В любом случае, вы под этот ролик напишите ваше мнение, напишите отзывы, если кто-то из вас владел, кто знает по новым моделям, какие есть косяки, болячки. Постараюсь это прочитать, структурировать, сделать такой полноценный обзор, рассказать плюсы-минусы читайцев. Мы с вами присаживаемся в самую популярную, самую продаваемую модель H6. Конечно, комплектация простенькая, с механической коробкой передач, но в тот же момент, друзья, машины вот эти вот самые-самые продаваемые. Смотрите, очень многие люди пишут в комментариях о том, что вот, китайцы купишь, потом его не продашь. На самом деле, нифига не так, если вы посмотрите статистику продаж. Вот в 2019 году у них график вот так вот шел-шел-шел, потом он просто скаканул под 300%. Машины начали реально покупать, и они сейчас сделали следующим образом. Вот они сделали 9 дилеров, пока что-то по Москве больше поднимать не будут, для того, чтобы каждый из них мог продавать автомобили. Для статистики вам один дилер, ну, в частности, где я нахожусь, они спросили, говорят, ну, примерно 30 машин в месяц они продают, 40, это уже будет прям хорошо. А по стране в целом их порядка 90 дилеров. Соответственно, я могу только предположить, что читайцев нужно 2-3 года, и какому-нибудь 2025 году они будут просто в каждом дворе, потому что сейчас действительно спрос начинает расти. Подчеркиваю, самая простая версия, там может обойтись сегодня, там за 1.100.000 с учетом скидок ее можно будет забрать, это будет H2. Самая продвинутая версия, например, там какой-нибудь H7, это 1.800.000, то есть в среднем можно закладывать, держать в голове это 1.500.000, 1.600.000 за какой-нибудь кроссовер. Есть вот типа а-ля X4, вот самый прикол в том, что читается, ну, как X6, вот что неприятно. Если бы они сделали какой-то свой стиль, ну, а с другой стороны, зачем делать свой стиль, когда можно просто-таки взять популярные модели, которые приглянулись всем, и сделать их точно так же, но подешевле, по доработанию. Опять же, про слово доработание, опять же, не забывайте о том, что цена, есть цена, вот пластик, да, он простой, но можно придраться, сказать, типа, а что тут не так, механика, там как-то все, знаешь, убого выглядит. Но с другой стороны, ребят, ну ценник, ценник, кому хочется, вот я сейчас катаюсь на 530-й дизельный. С M-пакетом, с учетом всевозможных скидок, ценник такого автомобиля примерно 3600-3700, минимально, сколько я его покупал, 3450, ну, это прям реально шок, цена очень низкая. На канале есть ролик про нее, полноценный обзор, именно по точке зрения мотора, как она едет, интерьер особо не затрагивали, при этом снимали 530-ю бензиновую, там плюс-минус по интерьеру все то же самое. Всем, кому интересно, ссылочки в описании, ребята, забегайте, посмотрите, вот по цене вот этой тачки здесь можно купить примерно, ну, как минимум, две в хорошей комплектации жирненькие. Вот F7X можно забрать еще кого-нибудь, либо же одну 530-ю дизельную. Альтернатива им кто? Ну, Mazda, но они все будут подороже, Toyota будут подороже, я имею в виду там CX-5, RAV4, в общем, такая картина. Мы с вами запрыгиваем в H2, вот этот автомобиль можно купить примерно по цене 1 миллион 200 тысяч рублей, ну, самую базовую версию, как сказал, миллион 100, ну, вот миллион 200, миллион 300, это уже будет вполне достойная комплектация. Опять же, на нашем автомобиле там круговой обзор установлен зеркало боковое, ну, боковые вообще огромные, просто два лопуха, то есть присаживаясь в машину, вот такой интерьер, опять же, эко-кожа чисто читайская, да, вот стиль такой красный с черным, прям такой оттенок, ну, читайский. Пластик под алюминий. Ну, читается, ребят, просто читается. Объективно говорю, блин, с точки зрения денег, да, покупаешь машину, ну, новая тачка будет на гарантии. Спрашиваю, есть какие-то там болячки, косяки, естественно, там по ходовой части, по мотору, по силам, агрегатам, пока что, говорят, все идеально, но и больших пробегов нету. Поэтому, я думаю, через 2-3 года будет как раз полноценная картина, что с ними будет там после 5-6 лет и после 200 тысяч километров пробега. Таким образом, мы сейчас будем знать точную оценку за наш автомобиль, раз, нам дадут дополнительную поддержку по трейдину, два, и мы уже будем понимать, как нам выгоднее скидывать машину или же пытаться самостоятельно самим продавать. После этого нам уже рассчитают точный кредит, то есть мы будем понимать, какие у нас платежи, ну и, собственно, нам также посчитают каско. В общем, все цифры у нас будут на ладони, можно будет принимать решение о покупке автомобиля. Рядом со мной стоит Хавелл F7X, это тот самый, который как X4 читается, читается X4. Вот на эту модель возлагают большие надежды, то есть в этом году она будет хорошо продаваться, кузов просто-напросто красивый, но, опять же, как X4, вот слово «как» здесь ключевое. А так, в целом, конечно, прикольная тачка, ну по дизайну, ну ничего не скажешь. X6, X4 без проблем продаются, народ разбирает, вон, «Мерседесы» сделали тоже купешки, ну, все вы это прекрасно знаете. По скидкам, естественно, та же самая картина, 5-6%, уверенно, сейчас, когда рынок насытится, возможно, и больше будут поддержки, но все это всегда сугубо индивидуально, в силу того, что конкуренция есть, есть куда биться. Ну, опять же, вот вспомните о том, что корейцев у нас по Москве вообще полно, Hyundai там почти 50 дилеров, Kia почти, ну, много дилеров. При этом приезжаешь в любом случае плюс-минус везде все одно и то же. Поэтому, друзья, голову себе не забивайте, если нашли хорошее предложение, можете смело брать. Но для чистоты эксперимента позвоните себе, 9 дилеров это не так много, там, ну, пару дней уйдет на то, чтобы прозвонить, собрать полное предложение, и будет у вас картина общая. Итак, на основании всего вышесказанного мы с вами подведем итог. Первое. Цены. Читайцы ты можешь купить по цене от 1 миллиона 100 тысяч рублей до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Выбирай модель, и твой читается будет стоять у тебя под окном. Модель H9 мы не рассматриваем, потому что, уверен, на 99% это единичные продажи. Второе. Если вы будете сдавать трейд-ин, то здесь, скорее всего, вам будет выгодно. Почему? Поддержка 150 тысяч, естественно, вашу машину занизит, но при этом ты выйдешь в ноль по рынку. Но, скорее всего, даже будет небольшой плюс. Третье. Если вы хотите взять кредит, на честных условиях ставка будет 14,5. Для всех тех, кто никогда не брал кредиты, не имеет никаких зарплатных карт, это, в принципе, хорошее условие. Потому что, обратившись за потреб кредитом, вам, скорее всего, назовут ставку 15-16%. В любом случае, ставка всегда назначается индивидуально. Если вы зарплатный клиент какого-то банка, и у вас есть возможность взять 11-12%, однозначно выгода в пользу вашего банка. Но, не забывайте о том, что, когда вы будете брать здесь кредит, вам дадут дополнительную скидку 100 тысяч рублей на честных, подчеркиваю, условиях. Каска, естественно, всегда рассчитывается индивидуально, но, опять же, я уверен, что сейчас с ними можно легко пободаться. Никто вам бешеных цен за каска называть не будет. Таким образом, давайте подведем итоги. Если рассматривать покупку с учетом кредита, 1100 ты получаешь точно, раз. Маржа на автомобиле 5-6%, ну, вот 5% тебе точно скинут. Два, это примерно 50-60 тысяч рублей. 100 плюс 50, 150 и каких-то подарков тебе по мелочи могут дать. За трейд-ин, я думаю, можно выгодать еще там 1025-50 чистыми точно. Таким образом, в принципе, в целом можно выйти на условия, что ты сэкономишь порядка 200 тысяч рублей. Это все сугубо индивидуально, но факт в том, что можно купить. Просто прийти за наличный расчет, положил деньги, забрал машину 50-60 тысяч, либо большой ассортимент подарков. Защита картера, сетки, резина. В общем, тут смотрите сами. Друзья, я не буду размазывать кашу по тарелке, потому что в этом сюжете я донес за вас самую основную информацию. Если вы считаете, что читайца стоит затестировать, пишите, какая модель наиболее интересна. Обязательно пишите, есть ли вы владели плюсы и минусы, на что жалуются люди. Подчеркну, на свеженькие модели. Будем снимать, будем тестировать. Обязательно подпишитесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Я сегодня, в 6 февраля, но уже люди знают, что мы приехали к читайцам. В общем, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч всем. Пока-пока.